1 мая у спорткомплекса «Красная звезда» состоялся большой физкультурно-спортивный праздник открытия летнего сезона под девизом «За спорт! За мир без нацизма! За Россию! За президента!» В нем приняли участие более 5000 мячей. У нас работает более 20 площадок, где мячи могут посмотреть те популярные спортивные дисциплины, которые развиваются в летнее время года. Также мы не прошли мимо патриотического воспитания. Мы живем в такое важное, великое время, когда появляются новые настоящие герои и появляются у людей новые символы. Уже нарицательным символом стала буква «З», которая обозначает нашу технику, военные, проводящие специальную операцию на Украине. Но также еще одним символом стала белая лента, которая повязывает руку наши солдаты для того, чтобы отличаться. Это уже тоже стало нарицательным символом, который, я уверен, что войдет в нашу историю наряду с георгиевской лентой и будет обозначать доблесть и героизм наших военных, которые сегодня борются с нацизмом. Юно-армейцы вручали белые ленты рядом с выставкой военной техники. А мечи могли познакомиться и сфотографироваться с оружием разных времен, начиная от Великой Отечественной войны и до современных образцов. Мне очень нравится то, что можно посмотреть на оружие советское, российское, также подержать его в руках. Меня радует то, что АК был настолько надежным, что конструктор его до сих пор по сей день знает во всех странах мира, абсолютно этот автомат. И его создатели знают то, что у нас в стране всегда были великие ученые и конструкторы. Участники праздника могли попробовать силы в различных спортивных активностях. Например, установить личные рекорды в силовом экстриме и кроссфите. Большой интерес вызвала площадка школы Шторм и промоушена Шлеменко Файтинг Чемпионшип. Главными фишками программы стали разнообразные упражнения на координацию ударную технику и возможность проверить свои силы в спарринге с бойцами ММА. Это классный праздник. Я занимаюсь художественной гимнастикой. И меня что-то потянуло на удары. Я решила попробовать. Каждый удар, да, адреналин и столько эмоций. Солидную аудиторию собрала локация воркаута. Мастера уличной гимнастики состязались в дисциплине под названием фристайл. В перерывах между выступлениями к спортивным снарядам подходили все желающие. Здесь классная площадка. Очень много всего разного, но больше всего мне понравились кольца. Потому что я занимаюсь ими с детства и научилась все делать сама. У меня много умений. Гонщики сборной области по БМИ к спорту продемонстрировали зрелищные трюки и получили поддержку со стороны зрителей. Очень здорово. Нам очень нравятся велосипеды. Ребенок тоже катается на велосипеде. Это хорошее, схватывающее, зрелище. Все желающие могли попробовать свои силы в штурме скалодрома. Для мотивации новичков был подготовлен интересный маршрут. На вершину стремились забраться сотни юных амичей. Праздник очень хороший. Тут очень много площадок. Я решила выброс колодаси. Конечно, не всегда было легко. Когда-то я просто остановилась и дрожала, потому что вообще было очень трудно. Везду выходная ситуация была. Но у меня получилось забраться на самый верх. Также на праздники разыгрывались призы. Проходили показательные соревновательные турниры по стритболу и пляжному волейболу. Эффектным завершением спортивного фестиваля стал концерт популярного исполнителя, многократного обладателя музыкальных премий, певца, актера и композитора Дениса Майданова. Важна единая цель, единый смысл, единая суть происходящего. Она называется просто Россия. Наша страна, которая всегда была нашей. Чувствую сам, вижу, как сплотилось общество, сплотилось вокруг наших вооруженных сил, сплотилось вокруг президента. От всей души поздравляю с замечательным событием, открытием летнего спортивного сезона. Желаю всем удач, побед. Субтитры создавал DimaTorzok